Добрый день, шалом, дорогие друзья, шалом. Мы продолжаем изучать Тору. Сегодня вот мне написал Яков Шатанин, что сегодня 1200 и мой урок, представляете, на Ваикаре. 1200 уроков, это если, допустим, 300 в год, то это 4 года, 4 года подряд. Но вообще цифра 1200 вдохновляет, и такая, очень это многое, слава Богу, да, то есть. Хорошо, сегодня у нас семья, 17 Ияра, 18 мая, прекрасный Иярский день, 32-й день омера. Сегодня 32-й день, я с утра проснулся, уже надеялся, что сегодня можно бриться, но оказалось, что бриться-то можно в 33-й день. Прямо сам Лакба умер. Поэтому я сегодня еще с бородой, а завтра уже буду без бороды. Уже я просто мечтаю, мечтаю о том, как я обрежу вот это вот, украшение, да. Некоторые считают, что это украшение, некоторые считают, что не украшение. Значит, я, иногда так, иногда так, у меня нет четкого мнения на этот вопрос, но, слава Богу, что борода это такая штука, которая, можно ее обрезать, потом она опять появляется. Поэтому здесь можно экспериментировать. Значит, а если бы, например, ну, слава Богу, да, то есть. Тебе идет борода, я скажу ей, да, бороде. Нет, я пойду, буду лучше без бороды. Хорошо. Значит, сегодня 32-й день омера, и здесь в книге о Йом-Йом, о пятном любая чести Рэба, он перешел на очень точные советы, что произносит, как произносят, какие нюансы там. И мы видим, что человек, который, который действительно 100% своего внимания и вывел на первое место служение Богу, то ему, конечно, есть чем заниматься. У него полностью, вся его жизнь, она заполнена очень важными, постоянными действиями, размышлениями, изучениями, изучения Аллахот, законы, там, и так далее. И, то есть, все люди бегают постоянно, суетятся. Только одни бегают за пустотой, и потом жизнь проходит, и они думают, а зачем я всю жизнь бегал? А здесь человек, он бегает за своей душой, за духовностью, он постоянно вкладывает вечность, да, то есть, но, в принципе, заниматься есть чем. Он вспоминает Рэба, как, ну, тут нюансы молитвы, которые для нас, даже для меня не актуальны, потому что я не одеваю, например, тфелин там, рабейну там. Есть, во время молитвы молятся в тфелине. Теперь, ну, был один из мудрецов, звали его рабейну там, он жил тысячи лет назад. Он говорит, вы знаете, в тфелине там же внутри четыре таких свитка торы, молитвы, и тут они, там, четыре отделения, и он говорит, надо эти отрывки чуть-чуть в другом порядке класть. Такое у меня мнение. И мудрецы следующих поколений, они задумались, а он был рабейну там, он знал всю тору, и он был внуком Раши, который говорил, не-не-не, надо вот как оно есть, в тфелине у нас лежит, так и должно быть. А рабейну там говорит, нет, я думаю, надо чуть по-другому. Так что сделали ученики их следующих поколений, мудрецы, самые мудрецы такие? Они сказали так, если рабейну там имел такое мнение, значит, оно имеет право на жизнь. Поэтому те, которые уже на самом высоком уровне, таком хай-левел в духовности, они после молитвы одевают вторую пару тфелин у них есть, которая называется тфелин рабейну там, и в них произносят шмай-исраэль на всякий случай, чтобы и по этому мнению по Раши, и по рабейну таму выйти. То есть у них две пары тфелин. У меня одна, я это не делаю. Но в статье те, которые на более высоком уровне, они это да, делают. Одевают две пары тфелин. Здесь вот написано, вот, когда ты вторые пару тфелин надеваешь, надо сказать так, надо сказать так. То есть для нас это не актуально. И, значит, обретение неба на земле. Переходим к книге «Обретение неба на земле. Мысли Рэбе, которые помогут нам попасть в рай на земле». Значит, сегодня он говорит такую мысль. Жизненные перипетии изометричны для души. Они заставляют проявиться ее внутренние силы. Значит, многие не знают значение слова «изометричны». Но если я правильно понял, это же перевод на русский с английского. Потому что книга «Обретение неба на земле» написана на английском. Так вот, если я правильно понял, изометрическая нагрузка, есть динамическая нагрузка. То есть ты берешь, например, штангу и ее поднимаешь. Это называется динамическая нагрузка. А есть изометрическая нагрузка. Когда ты давишь в неподвижную опору. Вот, например, со всей силы, если надавить рука на руку, рути с места не сдвинутся. То есть если ты давишь одновременно двумя руками со всей силы, ты развиваешь максимальное усилие. Но у тебя рути не двигаются в этот момент. Теперь есть целый набор упражнений, изометрические называются, где ты давишь в эту неподвижную опору, и у тебя растут мышцы. Тебе не нужно для этого движения. Сила растет очень сильно. Здесь говорится нам такое, что жизненные перипетии. Перипетии – это когда все идет не так, как ты хочешь. Называют такое слово «перипетии». Очень странное слово русское. Жизненные сложности и неурядицы. Неурядицы – это очень интересное тоже слово, когда идет не в ряд все. Вот у кого в жизни бывает, и начинает вдруг идти что-то не в ряд. Вот ты себе сделал ряд, думаешь, я сейчас проснусь, то сделаю, это сделаю, а у тебя пошло все не в ряд. То вот эти неурядицы, перипетии, не знаю даже, откуда взялась эта перипетия, слово на русском. Но в общем, всякие неприятности, неприятные вещи, сложности, стрессы и так далее, все это, говорит нам Рэбе, а это все изометрическая нагрузка для души. Оно давит тебе на душу. То есть душа твоя, она прям вот, ну не хочу, прям вообще, ну почему это мне? Зачем мне нужны эти неприятности? Сколько можно? Меня каждое утро открывают, смотрю и думаю, вот оно все ужесточается и ужесточается, эта вся ситуация военная. Все хуже и хуже. Я думаю, ну зачем мне это надо? Ну почему? Мы так классно жили, хорошо жили. Летали, я помню, пять лет назад, шесть самолетов в день было из Тиева в Москву. Летали, час летали туда, час обратно. Все было спокойно, хорошо. Ну как бы, и что? А сейчас война. Я не знаю, пять миллионов беженцев. Ужас, просто кошмар какой-то. Я каждое утро себя это спрашиваю. Как вообще, зачем? А потом я отвечаю на этот вопрос. Так значит, вот так Всевышний хочет. А как в этой ситуации радоваться? Как в этой ситуации быть спокойным, счастливым и так далее? И из-за вот этого давления вырабатываются такие качества. То есть это же уже длится там 80 с чем-то дней, почти три месяца. И когда вот три месяца идет это давление, 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 которое все время увеличивается, 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 то что это такое? Это заставляет проявиться внутренние силы души. То есть или ты проявишь свои внутренние силы души и скажешь, что ну что делать, все в руках Всевышнего, а я буду стараться на своем месте радоваться, учиться, помогать, делать добро людям и так далее. Или же ты под этим давлением ломаешься. И есть много людей, которые да, сломались, потому что стресс вот этот вот, который в принципе зависит, от чего зависит этот стресс? Этот стресс зависит не от давления, не от давления внешних обстоятельств, а от того, как ты к ним относишься. И вот нам здесь дается совет, что это, оказывается, заставляет проявиться внутренние силы наших душ, что вся эта внешняя неприятность, она позволяет нам духовно расти. Если человек на это посмотрит с этой точки зрения, то он себе скажет, ну да, я духовно вырос за последние три месяца, я стал человеком, который начал ценить, начал ценить малое, маленькие радости, начал ценить просто спокойствие, да. Я радуюсь просто как уже на меня, вот я, например, на перфоратор не реагирую уже, да, то есть у меня перфоратор, он мне этот создал, он настолько пробудил внутренние силы моей души, что теперь я перфоратор вообще как бы, для меня это как, просто как музыка уже спокойно, то есть представляете, насколько хорошо, я полностью, у меня иммунитет к перфораторам теперь на всю жизнь. Хорошо. Значит, понятно, да, как это работает? Теперь недельная глава сегодня очень сложная, я ее все предыдущие годы, этот отрывок просто проскальзывал, проскальзывал, потому что мне было это непонятно, и сейчас мне непонятно, но давайте разберемся вместе. Значит, сейчас мы продолжаем изучать недельная глава Бехукатай, Бехукатай, если по постановлениям мы им поедете. Значит, Бог вначале давал обещание еврейскому народу, что будет, если евреи будут соблюдать заповеди, а потом он сказал, что будет, если они не будут соблюдать заповеди, в итоге как бы он сказал, что выхода у вас нету, нет у вас выхода, как есть известная история, когда в армии, еще в советской армии, поставили новобранцев принимать присягу, и приехал какой-то генерал, и он говорит одному, ты сейчас принимаешь присягу, ты почему в армии? Он говорит, я хочу служить родине. Второго спрашивают, а ты почему в армии? Он говорит, потому что каждый мужчина должен пройти военную службу и служить родине. А третьего спрашивает, там, Рабиновича, а ты, говорит, почему в армии? Он говорит, а потому что меня никто не спрашивал, у меня что, выбор был? Я в армии, потому что у меня выхода нет другого. И здесь примерно вот такая же ситуация с еврейским народом, то есть Бог сказал, что вы, конечно, свободны, можете выбирать, у вас есть свобода выбора, можете не соблюдать заповеди, можете вообще даже про меня забыть, сказать, что Бога нет, пожалуйста, ваше право. Но, и идет перечисление такое, что просто страх и ужас, которого, ну, он говорит, ну, выбирайте, у вас свобода выбора, можете, конечно, выбор ваш, но, значит, но, если вы выберете вопрос между жизнью и смертью, вы, конечно, можете выбрать смерть, но лучше выберите жизнь. Теперь, и все это он привязал к соблюдению заповедей, то есть обязательно нужно соблюдать заповеди. Теперь дальше. Дальше, значит, мы подошли, и сказал Бог после этого, «Вайдабер Ашемель Мошел Эмор», и сказал Бог Мошер Абейну, говоря, то есть он с ним, с ним дальше продолжает беседу, «Дабер Эльдне Истраэль Вам Арталием», скажи сынам Израиля и говори им. Все время используются два разных глагола, «дабер» – это как бы строго скажи, а «эмор» – это мягко скажи, то есть когда ты объясняешь, например, воспитываешь кого-то, или объясняешь, или обучаешь, обязательно должны присутствовать два этих аспекта, и строгость, и нестрогость. Значит, «Дабер Эльдне Истраэль Вам Арталием» и скажи им. Человек, когда он скажет «недер» – обет перед Богом, «бэээркэха нафашот ляшем» – пооценьте душ Господу. Значит, вот человек дал обет Богу и сказал Богу, да, в какой-то ситуации, «я полностью себя посвящаю тебе». Например, он так сказал, пример этого – это Хана, Хана, когда у нее не было детей, и Хана пришла в храм, это в Танахе рассказывается история, и она осталась, произнесла обет перед Богом, что у меня нет детей. Если дашь мне детей, то тогда ребенок, который у меня родится, я его отдам в храм служить тебе навсегда, и он будет еще и назиром. Это она говорила о пророке Шмуэле. Потом у нее родился ребенок, и она его действительно в два года отвела в храм, и он всю жизнь жил в храме, стал он храмовой собственностью, пророк Шмуэль. И вот если человек, он отдает обет Богу, чтобы себя посвятить полностью Богу. Очевидно, в то время была такая традиция. Когда был храм, люди были на уровне, то, что сегодня называется пророчество, Божественный Дух, то есть они были на таком контакте со Всевышним, что для них просто совершенно была другая реальность, они были в другой реальности. И вот, значит, очевидно у них была такая соблазн, или не знаю, зачем они это делали, но они могли себя посвятить храму. Теперь он приходит в храм, а священник ему говорит, значит, слушай, говорит, ну ты себя посвятил храму, и что? Что ты жить здесь будешь, или что ты будешь делать? А ходить просто так храмовое имущество по городу не может, потому что ты уже святой. Раз ты себя посвятил храму, а вот теперь мне кажется понятно, зачем они это делали, что в момент, когда они себя посвящали храму, то в этот момент, очевидно, происходило какое-то с ними изменение на уровне духовном, что они действительно становились более святыми. А так как они хотели быть святыми, это для них было цель их жизни, приблизиться вот к этой святости Всевышнего, с ним соединиться, то, наверное, это было у них средство для перехода на следующий уровень святости. Вот он приходит в, значит, он это сказал, допустим, у него открываются какие-то дополнительные там чакры, ну, образно я говорю, у него совершенно там, он святой. Он приходит в храм, говорит священнику, я святой, я посвятил себя в храму. А священник ему говорит, нет, говорит, не надо нам здесь в храме, нас уже здесь достаточно, мы коины, служим в храме, а ты хочешь, то есть ты же не коин, значит, зачем ты нам здесь нужен в храме. Давай-ка выкупай свою душу из храма, да, из святости, ты должен выкупить свою душу. Не знаю, должен или можешь. Значит, и дальше здесь приводится в этой недельной главе оценка, оценка финансовой стоимости душ разных категорий людей. Теперь здесь оцениваются по-разному. Объясняет нам уст, устная тура объясняет, что по оценке душ, дать стоимость души. Говоря, обязуюсь дать стоимость того, от чего жизнь зависит. То есть здесь есть какая-то очень сложная система расчета, что, ну, тело человека, да, его, его вот этот вот биоскафандр, который функционирует 70-80 лет по жизни, вначале он маленький, потом он растет, потом он держится, потом он дряхлеет. Этот биоскафандр, он обеспечивает человеку реализацию его физиологических нужд, в первую очередь, то есть человек, если он не поспит, не поест, и, ну, там, он не может жить, да. Дальше этот биоскафандр обеспечивает сохранение вида, размножение. В нем запрограммировано, что в определенный период начинается желание размножиться, и, значит, поэтому жизнь на земле, она идет. Теперь, если, если люди, они идут вот просто за, отпускают себя на волю Всевышнего, Всевышний так запрограммировал мир, что люди будут всегда размножаться, люди будут размножаться, мы видим, что, что, там, в Индии уже полтора, уже почти, там, не знаю, сколько людей в Индии уже живет, больше, чем полтора миллиарда, уже больше, чем в Китае, в, то есть мир, он, он как-то размножается. Но, когда человек начинает, включает свой интеллект и говорит, нет, говорит, я не хочу жить как, как, как по природе, я буду, например, там, я буду, там, child-free общество, или, там, одного ребенка хватит, или вообще мне дети не нужны, и так далее, то человек может своим интеллектом прервать эту цепочку биологическую. И есть все остальное, за чем люди живут, слава, какие-то вот эти все войны непонятные, за, за какие-то, кто более правильно верит в Бога. Давай-ка мы повоюем теперь за это, кто более правильно верит в Бога, или давай-ка мы повоюем за, за то, на ком языке разговаривают, да. И люди начинают убивать друг друга, все, все это, конечно, ну, интеллектуальный мусор, не, это все не от Всевышнего, это, короче, люди сами портят себе жизнь своими интеллектуальными вот этими вот, какими-то придумками, да. Теперь здесь речь идет о том, что человек, который искренне хотел посвятить себя Богу, он сказал, значит, я, он сказал этот текст, дал обет Богу посвятить себя храму, приходит в храм, ему священник говорит, Ва-я-я-р-к-х-а-захар, значит, если он мужчина от 20 лет до 60 лет, то есть в самом расцвете сил, значит, его стоимость, его, вот эта замена, чтобы выкупить его из этого обета храму, 50 шетелей серебряных, святыми шетелями, бешекеля-кодыш, святыми шекелями, то есть получается, что он дает эти деньги в храм, а в храме на эти деньги покупаются потом животные для жертвоприношений и масло для миноры, то есть он как бы свою святость меняет на святость денег, а святость денег потом меняется на что-то святое, то, что нужно храму. Понятно, да, как это работает? Теперь, дальше, а если это женщина, если женщина, тогда ее стоимость 30 шетелей, значит, женщина у нас подешевле получается, да, то есть она как бы здесь берется, я не знаю, что берется вот эта цена, откуда она, но мы видим, что мужчина, его как бы жизнедеятельность, вот его, то, что нужно ему для того, чтобы выживать, очевидно, может быть, это то, что ему нужно на питание в течение жизни, может быть это так, потому что тело человека, в принципе, тело человека, это он съедает за жизнь, там, например, сколько человек за жизнь съедает, допустим, он съедает килограмм еды в день, 365 килограмм еды в год умножить на 10 лет, это он съедает, значит, 3650 за 10 лет, и за 30 лет он съедает в три раза больше 10 тонн еды, допустим, тона еды на сегодня стоит, ну, минимум, да, тона еды 10 тысяч килограмм, возьмем килограмм еды, стоит 10 долларов, ну, возьмем 5 долларов, килограмм еды стоит 5 долларов, допустим, значит, 10 тысяч килограмм стоит 50 тысяч долларов, примерно 50 тысяч долларов это то, что нужно на сегодня человеку для того, чтобы прожить и пропитаться, то есть тело человека, чтобы он 30 лет питался, и вот тело человека стоит 50 тысяч долларов в среднем, понятно, как, ну, может быть, вот они так считали, значит, но в то время это было 5, всего лишь это было 50 шетелей серебряных для мужчины, женщина кушает меньше, может быть, поэтому 30 шетелей, значит, она дает за себя выкупом 30 шетелей, если это было от месяца до 5 лет, то будет оценка мужчины 5 шетелей серебряных, а для женщины 3 шетеля серебряных, значит, это ребенок, допустим, заболел, заболел ребенок какой-то, не дай бог, у кого-то, и родители говорят, все, пусть этот мальчик, он посвящается Всевышнему, и он теперь святой, пусть это спасет его от всяких болезней, от всяких неприятностей этого святого мальчика, бах, мальчик выздоровел, они приходят в храм, говорят, вы знаете, мальчик этот, вот мы дали обед, что он будет святой, думали, что он умрет, думали, что пусть умрет дешевле, пусть умрет святым, или спасется из-за этого, но он спасся, мы хотим теперь, чтобы он стал обратно обычным мальчиком, ему говорят, 5 шетелей серебряных, мы на эти шетели купим, там, какие-то жертвоприношения, потому что постоянно в храме приносили жертвоприношения, и ваш мальчик опять станет обычным нормальным мальчиком, был святой, стал нормальным. Теперь, дальше, дальше идет, если это от 60 лет и выше, то мужчина будет, его оценка 15 шетелей, пожилой мужчина стоит 15 шетелей, а для женщины 10 шетелей, вот тут очень интересно, значит, мужчина пожилой, он стоил, пока он был мужчина до 60 лет, он стоил 50 шетелей, а женщина стоила 30, а теперь разницы между ними после 60 почти нет, 15 шетелей и 10, то есть изменилось. И здесь есть, я видел такой комментарий, что пожилой мужчина, он, он, ну, приносит в основном окружающим людям одни неприятности, да, то есть он такой, а женщина, когда в доме пожилая, она наоборот, всем помогает, всех радует, всем улыбается, вот как-то таким образом я видел комментарий. Ну, пытаются объяснить, на самом деле это просто вот так. Дальше, дальше, если он не имущен, а если у него нет денег, а он хочет себя выкупить, что делать тогда? Пришел он, а у него денег нет, он говорит, слушайте, я, значит, вот я был, у меня денег нету, я решил посвятить себя храму, посвятил себя храму, а теперь я понимаю, что я святой, это на меня накладывает множество разных дополнительных сложностей, отпустите меня, он священником говорит, я хочу быть опять не святым. Восьмой отрывок говорит, если он бедный, то тогда Коин его оценит по его решению, и, значит, после этого он может себя выкупить. То есть Коин ему может сказать, давай, значит, 10 долларов давай, значит, и ты выкупаешься. То есть, это невыгодно было, что, это неправильно, что святые ходят везде, и они же, они могут себя вести не как святые, они могут себя вести неправильно, и так далее. Это было нехорошо. Вы можете спросить, мы можем спросить, зачем они давали этот обед? Человек бывает, что вот у него такая ситуация, что ему хочется себя посвятить Всевышнему. Он себя посвятил, а потом он такой думает, вот это я попал, какие на меня это, какие у меня, значит, накладывает на меня это сложности. Как некоторые люди, у меня есть одна знакомая, она, значит, когда-то прошла Ди-Юр, чтобы выйти замуж. Прошла Ди-Юр, вышла замуж, потом, значит, увидела, что это вообще для нее, ну, жизнь не для нее. Она с ним развелась. Все вообще, не просто все забыла, а даже, даже у нее близко ни одной не осталось, ни одной не осталось там мысли даже, да, чтобы что-то на себе оставить, как продолжать соблюдать. То есть просто, вот она конкретно прошла Ди-Юр тогда, чтобы выйти замуж. Представляете? Вот. Такая, такая, мне есть знакомая одна. Теперь, значит, дальше то же самое делается про Скотт, потом, если это делается, а если кто-то нечистое что-то посвятил, вот тут тоже разбирается вопрос, значит, он приводит собаку и говорит, вы знаете, я свою собачку посвятил храму, а собака, что с ней делать? Это же не жертвенное животное, это не человек, что делать? Значит, священнослужитель оценивает, и он за нее дает выкуп, это уже по, по мнению священнослужителя. Все, мы уже так зачитались, тут есть одна только интересная вещь, что если он потом выкупает какое-то животное или дом и так далее, то если он сам выкупает, то, то он должен добавить еще пятую часть на среднюю оценку. Почему пятую часть? Что человек, если сам выкупает, то тогда ему хочется дать меньше. Хорошо, все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, чтобы мы с вами не попадали в сложные ситуации, чтобы давление изометрическое, неприятности и перипетии, оно все-таки было поменьше, чтобы глубокие силы души, они проявлялись без давления, без неприятности, без стресса, а просто потому, что мы изучаем Тору, хотим, есть простейший путь, который самый лучший путь, это через благодарность. То есть если быть вот так же эмоционально благодарными Всевышнему, как мы эмоционально ему служим, когда нам плохо, то тогда силы проявляются через благодарность, это намного более приятный путь, чем через страдания. Поэтому давайте будем присоединяться ко Всевышнему через благодарность и заслугу за это, чтобы он нам дал благополучие, финансовое здоровье крепчайшее и шломбайт, чтобы был у нас мир в доме, любовь, мир, счастье и, значит, духовность. Все, удачи всем и успехов, хорошего дня и счастливо до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok